Человек, занимающийся социальной работой, отличается особым качеством души, сочувствием и готовностью помочь. В этой профессии не место случайности, это истинное призвание. Лишь тем, кто полностью предан заботе о других, дано справиться с этим трудным делом. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Как вы тут? Ну все нормально. Все нормально себя чувствуете? Здравствуйте, выходите. Хорошо. Наталья Харламова работает в сфере социальной помощи с 2003 года. Не ради звания и карьерного роста, престижа, выбрала она эту профессию. А чтобы вернуть одиноким пожилым людям надежду, улучшить их условия жизни, сделать их быт комфортным и подарить радость общения. Она так углубилась в свою миссию, что не представляет себя в другом месте. Профессию попала не совсем случайно, потому что я закончила армавирский юридический техникум по специальности права и организации пенсионного обеспечения. Но вот получилось так, что предложили стать соцработником, и я нисколько не жалею. Мне очень нравится дарить тепло и заботу нашим подопечным, которые ждут нас, любят нас, а мы их любим. Некоторым мы заменяем семью, родных, потому что не все у нас подопечные имеют семью, есть и одинокие. Наверное, стаж говорит сам за себя, что работа эта пришлась по душе, потому что сейчас очень большой выбор работ, но я менять не собираюсь. Мне очень нравится. Труд социального работника тяжелый. Наталья Петровна считает, что для этого нужно быть искренне человечным, терпеливым, добрым и внимательным. Она стремится поддержать своих подопечных, поднять настроение и установить контакт с каждым. Что является самым сложным в вашей работе? Самое сложное, это, наверное, найти тот индивидуальный подход к каждому нашему подопечному. Потому что понятно, что люди прожили жизнь. У всех своя судьба, у всех свои заботы, проблемы. Поэтому у каждого своего уже сложившийся характер. И для нас это вот найти этот подход, как-то наладить с ними взаимоотношения, чтобы было между нами доверие. Ну и чтобы, если есть доверие, тогда работаешь с душой. Ее рабочие дни насыщены. Наталья обслуживает 13 человек, из которых трое инвалиды. И навещает их 2-3 раза в неделю. Помимо домашних обязанностей, она занимается покупкой продуктов, лекарств, товаров в первой необходимости. Сопровождает подопечных в больнице и госучреждения. Получает медикаменты по рецептам. Все это требует много времени, терпения и усилий. Ну а обычный рабочий день, вот как сегодня. Приходим, они нас уже ждут, уже по времени знают, что мы должны прийти. Если вдруг задерживаемся, переживают, бывает даже и звонят, спрашивают, ничего там у тебя не случилось. Приходишь, в основном взяли заказ продукты, там промышленные лекарства. Хорошо, что сейчас у нас открылась аптека, вообще благодать. С лекарствами проблем нет. Ну а там, смотря у кого какие выбраны услуги, поэтому кому-то и кушать приготовим, где-то уборку сделали, кому-то в огороде помогли. Поэтому, в основном, вот так и проходит наш рабочий день. В работе Харламовой нет никаких секретов, кроме улыбки и душевного тепла. Она приходит в дома одиноких пожилых людей, приносит радость, надежду и возвращает им веру в будущее. Самое основное – это душевность. Потому что, повторюсь еще раз, у каждого была своя судьба, у каждого сложившийся свой характер, который ты уже не переделаешь. И поэтому, во-первых, должно быть терпение к людям и душевность, чтобы найти подход, чтобы в отношениях углы сглаживать. То есть, здесь характер должен быть, как сказать, мягкий. Потому что человек с твердым, с черствым характером, он не сможет работать. Подопечные благодарно отзываются о Наталье Петровне. Одна из них – Светлана Игнатьевна Костричева. Говорит о ней как о замечательном человеке, который делает все возможное, чтобы помочь. И уже сколько она меня обслуживает, ничего не могу сказать. Всегда, что я попрошу, всегда делает. Никогда она меня, ну как, не повышает. Мы находим общий язык. Всегда она приходит вовремя, никогда ни в чем не отказывает. Добросовестная. Помогает. Приходит, никогда в кофе не отказывается. Я же кофеист. Я без кофе не могу. Я с Армении приехала. А там без кофе не нашат. Ну, она со мной стала таким же кофеистом, как и я. За столько времени, сколько меня обслуживают. Были случаи, вот, что с работник бывает, он заболеет. Или вот, не дай бог, конечно. Или подпуск уходит. Когда они друг друга подменяют. За наших девочек, которые подменяли меня там все время. Я их, ах, не могу плохо сказать. Все очень хорошие. Умницы. Дай бог им здоровья. Вот. Ну, вообще, мне кажется, это очень хорошая специальность. Необходимая для таких стариков, как мы. И дай бог, чтобы это продолжалось дольше. Ну, желаю всем всего-всего самого лучшего. Что они сами себе желают. И в завершении нашей беседы героиня нашего сюжета в свой профессиональный праздник желает всем коллегам терпения и оптимизма. Хочу вам пожелать. Это здоровье, оно нам очень нужно. Второе – это терпение. А третье – хороших подопечных, которые будут ценить нашу работу. И тогда мы для них будем еще с большей любовью, заботой и теплом относиться. 28 мая в городе Майкоп был проведен конкурс на звание «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания». Наталья Петровна достойно представила в этом конкурсе Кашихабельский комплексный центр социального обслуживания населения и стала победителем, с чем мы ее и поздравляем. Дмитрий Негода